Уважаемые помощники, гороскопы. Уважаемые помощники, гороскопы. Уважаемые помощники, гороскопы. Уважаемые помощники, гороскопы. заседание подсудимого ГАНБА, а также заявление от последнего, которое согласно проведению вышеуказанного судебного заседания до его отсутствия. На судебное заседание недоставлено свидетелю Джону Хаса Сталчурович, Джону Хас Вадикович, Анис Бакарсина-Рагиона. В обстоятельствах неисполнения заявления суда вышеуказанного свидетеля на имя суда поступило соответствующее письмо с указанием причин неисполнения данного предприятия суда. Явившимся свидетелю Агрога Контезула Масхановича, памятная его права и обязанности к лечению. Разрешим по порядку последующей заявлении акта. Начнем с первого акта. Акт начальника СИЗО СКБ ШАП 2 следующего содержания составлен настоящий акт о том, что подсудимый Абган Бабеслан Контезула Масханович отказался подписывать на судебное заседание, назначенное на сегодняшнее число, воспользовавшись своим правом. заявление от самого подсудимого Абган на следующего содержания я, Абган Бабеслан Бутович, отказываюсь явиться на судебное заседание, согласен на проведение вышеуказанного судебного заседания в моем отсутствии. В моем отсутствии не связано с состоянием здоровья. Абган Бутович, как я озвучила, помощник, отсутствует адвокат Тания Магита Гюльпина, которая защищает интересы посвятимых Абганом 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 Бутовичем и главным Абганом 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 Абганом. Считаем возможным осмотрение процесса, так как неярко адвокат Тания и выход судимого Абганом не препятствуют продолжению судебного процесса. Считаем возможным. Судебная коллега, совещаясь на месте, определила продолжить судебное заседание в отсутствии судебного Тикана Авислава Готовича и в отсутствии адвоката Тания Марины Юрьев, Ае Шинкао-Дуарда Бойковича. Следующее заявление, которое после периода 단оса На имя судебной коллегии поступили заявления потерпевших Шамба Хаджаяна Левазовича, Шамба Леваза Михайловича, Когушвили Шурены Безваровны и Алисбашини Левазовича. Из заявления Алисбашини Левазовича усматривается следующее. В произвольстве судебной коллегии находится на рассмотрении уголовное дело. Написано, что 20 декабря 2019 года следователем Теракелия был допрошен в качестве потерпевшего. По уголовному делу, где сообщил все известные мне сведения, которым не более добавить нечего. 17 ноября 22 года я был уведомен о дате следующего судебного заседания, на котором мне необходимо явиться для дачи показаний в зал суда. Однако, ввиду того, что 22 ноября является памятным для меня, явиться не смогу. Прошло огласить ранние данные и мною показания в качестве потерпевшего от 20 декабря 2019 года, содержащиеся в томе 7 на листах дела 154-157. Повороды заявления, так и спрашивание дерева за лечением. Следующая заявка, как и первые, у Швили Шурен и Лизбага. Следующее задержание. 17 ноября 22 года я была уведомлена секретарем о том, что посторонний объявляет на часу мне необходимое явиться в здание СКП, на выяснение судебной заседания с целью моего допроса. Однако, по причине памятных мероприятий явиться не могу. Подтверждаем данные и мною показания на стадии предварительного расследования 22 ноября 2019 года и 13 января 2021 года в полном объеме. Дополнить мне более нечего. В связи с чем прошло вносить протоколы допросов в качестве потерпевшей от 22 ноября 2019 года и 13 января 2021 года, содержащиеся в томе 1 на листах дела 50-53 и том 23 на листах дела 1-4. Подпись потерпевшей. Следующее заявление на имя судебной коллегии от потерпевшего Шамболи Варса Михайловича. Следующего задержания. 10 декабря 2020 года по постановлению заместителя начальника следственного управления начальника следственной части генерального прокуратуры ОМИ я был признан в качестве потерпевшего, так как я отец убитого Шамба Стамура Леварсовича. 22 ноября 2022 года назначено очередное судебное слушание, на которое, согласно уведомлению, я должен явиться в одиннадцатый. Однако в связи с памятным предприятием по случаю третьей годовщины со дня смерти моего сына Шамба Стамура Леварсовича явиться в обозначенную дату не могу. Согласно статье 281 ПК Республики, показания потерпевшей данные на стадии могут быть оглашены согласно статье. На основании просят огласить показания его от 10 декабря 2020 года в качестве потерпевшего, содержащиеся в томе 21 на листах дела 35-37, которые я подтверждаю в полном объеме, пишет Шамба потерпевший. Следующее заявление потерпевшего Шамба Кудирада Леварсовича. И аналогичное, он просит огласить показания 22 ноября 2019 года в качестве потерпевшего, который содержится в томе 1 на листах дела 44-46, которые он подтверждает в полном объеме подпись числа. Продолжение следует... В результате которой последний по месту жительства не находился, в соответствии с чем был подготовлен соответствующий акт. В отношении гражданина Джонуа Абхаз Астамуровича через партнерские каналы ПО ФСБ РФ были получены достоверные сведения о том, что Джонуа Абхаз Астамурович покинул территорию республику в декабре 2019 года и более на территорию Республики Абхазии не въезжал. В отношении гражданина Республики Абхазии Абхазии по Кристины была осуществлена проверка по месту жительства, по результатам которой интересуемая путем отбора опросов дала пояснение о невозможности явки в качестве свидетельного судебного процесса 22 ноября 2022 года, ссылаясь на заболевание, находящееся на иждивении малолетнего ребенка, при этом обязалась явиться на следующий судебный процесс. К данному письму приобщен опрос, который отобран от оперуполномоченных СКБ Шаркава и копия свидетельства о рождении ребенка от нашей свидетельницы Абхазии Абхазии Абхазии. И акт проверки по месту жительства Шамба Стамура Вадиковича. Дальше. Тепло, СКБ Шаркава. Наверное, я оглашу. Наверное, должно быть оглашено, да. Но хотя я озвучила письмо, в письме председателя СКБ все озвучено вкратце и приобщены соответствующие опросы и акты. Уважаемые участники процесса, попрошу, чтобы вы выразили свое отношение по поводу озвученных заявлений противопевших, которые просит оглашение показаний. Считаем, возможно, приобщить данное заявление и акты, как мы в таком степени. Просите приобщить? Да, просите приобщить. Дальше мы выскажем. Поддержим. 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 Выключаясь, уважаемая защита, по поводу приобщения озвученных документов. В заявлении не возглавляете, подсудимые все единогласные коллеги, судебные коллеги, совещаясь на месте определила. Это озвученные заявления, которые поступили от потерпевших, судебные коллеги, и письмо процедателя службы по поводу специальности приобщить к материалам тела. И тот же акт о невыкрате подсудимого Гангова Ислана Туковича, в зал суда, все озвученные документы приобщены к материалам тела. Верно, застояние продолжается. Вы участникам процесса какие-либо заявления ходатайства? Мы хотели бы заявить ходатайство об изменении порядка исследования доказательств и вернуться к допросам потерпевших и подсвидетелей. В этой части вы не наградите... Нет, не ваше такого же мнения. Стоит право. Начальность допроса потерпевших или... Да, мы предлагаем заявить ходатайство, поставить на обсуждение порядка статьи 280.81 Глава Пациентального кодекса. Судом явка потерпевших, выше озвученных вами, не была признана обязательной. Также их показания носят информативный характер в части того, что им стало известно уже после совершенных событий. В связи с этим мы ставим на обсуждение возможность оглашения о показаниях, согласия сторон и согласия волеизъявления потерпевших. В данном случае мы просим начать с потерпевших, а потом уже перейти к свидетелью. Каких именов? Шамба Хадират, Шамба Ливарса, Гушвили Шурена и Алис Башамиль. Те заявления, которые были получены. Вы судили в порядке исследования судебной коллегии, выслушав мнение участников процесса, определили изменить порядок исследования доказательств и удовлетворить заявленную доказательств. И в части вы уже как бы конкретизировали огласить показания четверых и стыдерых потерпевших. И в этой части, уважаемые, вы поддерживаете, вы поддерживаете, уважаемые дешевые 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 д Согласны? Согласны. Топовой согласен? Да, да, да. Судебная коллегия сообщает с Министерой Тетевила заявлено подателем в гособвинителе Укарина Тетевицы и огласить о показании не явившихся свидетеля из Больши. Потерпевший Алис Польшимиле Руковича, потерпевший Копушпири Шуденкова Сваринова, потерпевший Шамба Леваса Михайловича, потерпевший Шамба Хаджина Левасовича. Первый, седьмой, двадцатый, первый. Возвращаются показания, содержащиеся в первом томе на листах дела 44-46, это показания от опроса потерпевшего Шамбар Хатират Аливарсовича Львовича. Листы дела 44-46, номер один, допрос производился 22 ноября 2019 года в городе Супун с 20 часов 40 минут до 20 часов 50 минут. Следователь Эник в помещении Бюро судебно-медицинских экспертизов допросила в качестве потерпевшего Шамба Хатират Аливарсовича 80-го года рождения уроженца и жителя города Гудаута с высшим образованием несемейного, работающего в республиканской больнице Гудаутского района, военно-обязанного ранее несудимого, разъяснены ему права и обязанности под роспись. По существу уголовного дела могу показать следующее. Я являюсь родным братом Шамба Стамура Аливарсовича, он проведение судебно-медицинской экспертизы отказывался в категоричной форме. В данном случае был вопрос осуществлен в части проведения судебно-медицинского вскрытия. Далее оглашаются показания потерпевшей Гугушвили Шварады и Лизбаровны. Месты дела 50-53. Допрос про терпевший производился 22 ноября 2019 года в городе Сухун в 20 часов 55 минут до 21 часа ровно. Следователь Денинг также в помещении Республиканской больницы Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз допросила в качестве потерпевшей Гугушвили Шварады и Лизбаровны 85-го года рождения уроженцы города Гадры, проживающие в городе Кудауты, со средним образованием, вдова, домохозяйка, невоенно обязанная, ранее несудимая. Право обязанности, разъясненные ей под роспись, является супругой Авицба Алгаса Химсовича. После первого года рождения в браке с Авицба состоит более 13 лет. Родились двое детей. 22 ноября 2019 года с утра мой супруг примерно 10-30 выехал на своей личной автомашине марки «Лексус» за госномерными знаками 019-23 региона Российской Федерации. Выехал из дома, расположенного в городе Гудауты, по улице Маркани. О планах и своем управлении ничего не говорил. Примерно в 14-39 я позвонил со своего телефона своему супругу на мобильный телефон сотовой связи, а мобайл за номером 748-0909. Поговорив с ним пару минут, он был в хорошем настроении, однако с кем-негде находился супруг я не знал. О том, что произошло, я узнал отходящего звонка от родственников, о кого именно указать не могу. По причинам и возможных предположениях в лицах, совершив суданное, это указать не могу, так как мой супруг никогда не говорил о своих делах. Официально нигде не работал, но автомашина, на которой ездил Алхаз, была бронирована. Оружие в доме не хранил, как себе никогда не видела. Со Стамуром Шамбой мой супруг дружил на протяжении всей жизни. Вот проведение судебно-медицинской экспертизы отказывается в категоричной форме, так как мой супруг был глубоковерующим человеком. Подписи. Прочитал протокол лично, замечаний к протоколу нет. Не один, не подпишу. В 23-м доме второй вопрос. Прочитал протокол 1-6. Протокол дополнительного допроса потерпевшей. 13 января 2021 года в село Донского района. Допрос начался в 17 часов, окончил в 17.20. Допрашивал следователь торгил по месту жительства. Коктетные данные я огласил ранее. Права и обязанности разъяснены под роспись. Хочу пояснить, что выданный мой пистолет Глок-17 Ген-4 за номером ХВЦ-322 был передан мне после похорон моего супруга Алицба Алхаса, кем-то из близких родственников, кем именно, я уже не помню, вместе с вещами. В связи с иными вещами моего покойного супруга. Когда мне передавали указанный пистолет, сказали, что данный пистолет принадлежит моему супругу Алицба Алхаса, который он имел для себя в день его убийства 2-го ноября 2019 года. После этого стал охранить указанный пистолет в память о моем супруге Алицба Алхасе, но по месту жительства сделал их ныр у Даутского района. Со временем я обратилась в МВД Республики Абхазии, зарегистрировав принадлежащий моему покойному супругу. Мне было выдано официальное разрешение на хранение пистолета Глок-17 ХВЦ-322, который хранится по месту жительства в специально оборудованном сейфе. Разрешение на пистолет могу представить. Заявления и замечания не поступили. Прочитала фотоаппарат личного, замечания и заявлений не имеются. Приложены документы разрешения в Министерство Глок-17 ХВЦ-322 и документы на пистолет. Далее, седьмой том. Дело 154-157. Допрос Абхизба Шамиля Римазович. Допрос производился 20 декабря 2019 года с 11.10 до 13.30. Следователь Торгил в помещении служебного кабинета проколосбурга Даутского района Допросовый в качестве потерпевшего Абхизба Шамиля Римазовича, 1997 года рождения, уроженца и жителя села Верхняя Шера Сухумского района с высшим образованием, семейного, безработного, невоенно обязанного, ранее не судимого. Права обязанностей разъяснены ему под роспись. 22 ноября 2019 года с утра, в точное время не помню, совместно с Абхазом, на моей автомашине марки МЛЕКСУ, госномерные знаки Российской Федерации, которую я не помню, выехали вдвоем в город Сухум, чтобы упасть на похоронное мероприятие на новом районе. Фамилию покойного я не знаю. В дороге мы с Абхазом ехали вдвоем, никого не подвозили. Примерно через 40 минут доехали до города Сухум. По приезду в Сухум мы подъехали в кафе Акалат, на улице Уоренов, где нас ждали Шамба Астамура и Шамба Рустам, с которыми, как я узнал по приезду, вместе должны были отправиться на похоронное мероприятие. В кафе Акалат мы вчетвером сели за столиком внутри помещения, заказали завтрак. Непродолжительное время по завтракам и по беседам мы вчетвером вышли из кафе, направились в кафе Медовик, расположенный в центре города Сухум. Я и Абхаз сели в нашу машину, на которой мы приехали, а Астамура и Рустам сели в автомашину Астамура и черный джип, марку которого я не помню, и мы на двух автомашинах выехали в кафе Медовик. По какой именно причине мы туда поехали, не знаю. Хочу сказать, что пока мы вместе находились в кафе Акалат, к нам никто не подходил, никого из знакомых я не видел. Ничего необычного в этот день не происходило. Все это происходило в первой половине дня. У кафе Медовик мы оставили машины, присели за столик, расположенный на улице на тортуарной части. Там провели минут 10. Уходом мы поздоровили с посетителями, однако никто из них знаком нам не был. После чего мы вчетвером сели в мою машину в Лексус, поехали на плакание на Новый район города Сухум. Ауахас, Алисба, Стамур, Шамба сели на задние сидения автомашины. Приехали на Новый район к одному из многоквардерных домов, где и происходило похоронное мероприятие. Стамур, Ауахас и Рустам пошли посочувствовать, а я остался в машине дожидаться их. Они вернулись быстро минут через 10-15. После чего мы отправились обратно в кафе Медовик. Никого из знакомых я не встречал, мы никого не подвозили и вернулись четвером. В кафе Медовик никого из посетителей не было, было пусто, и мы сразу вчетвером прошли в кафе Сан Ремо. Автомашины, на которые мы вернулись по поводу их велоприятия, в машинах Стамура Шамба, остались припаркованы возле кафе Медовик. Расстояние между указанными заведениями небольшое, и расположены они на тротуарной части. В указанном кафе мы вчетвером расположились за уличным столиком, расположены на тротуарной части, заказали чай, кофе и продолжали общаться. Рядом с нашим столиком был расположен второй столик, однако он был пустой, никого рядом с нами из посетителей не было. Мы расположились за столиком следующим образом. Астамур Шамба сел спиной, в проезжей части слева от него сел я, справа от него сел Алхас Абетсбан, напротив него сел Рустам Шамба. В таком составе, в таком расположении мы сидели и общались. Возле нас парковочные места были заняты, однако когда оттуда отъехала одна из машин и освободилась места, я решил поставить ближе к нам, кафе Сан Ремо, свою автомашину, на которой мы приехали вместе с Алхасом. Переставив машину, я сел опять за столик. А машину я поставил передней лобовой частью в нашу сторону, нужно сказать, прямо у нашего столика на расстоянии нескольких метров. За время моего отсутствия, я не знаю, проходил ли кто-нибудь к нам за столик или нет. Помню, потом я отключился и зашел в кафе Сан Ремо, посетил юборную, сразу вернулся обратно за столик. Время уже было примерно объединено, точно сказать не могу. Была хорошая солнечная погода, день проходил как обычно, ничего подозрительного не замечал. Мы сидели четвером и общались. На столика вслуживала молодая девушка-официантка. Рядом ранее мне незнакомая, она подходила к нам, когда приносила нам кофе. За это время никто из нас никуда не отключался и не отходил. Когда официантка подошла к нам второй раз, если не ошибаюсь, она поменяла нам пепельницу. Вдруг я услышал звуки выстрелов, поднял голову, я заметил стрелявшего в нас человека. Он был в маске и в коммуфлированной одежде, который стоял чуть дальше на проезжей части и производил прицельные автоматные выстрелы в нашу сторону. На моих глазах я видел, как пуля попала в девушку, в официантку, отчего она сразу упала на пол. Также я заметил, что несколько ранений получилось тому в шамбар, сидя за столиком, отчего он также упал на месте на пол. После выстрела я направился в сторону моей автомашины, припаркованного тротуара. Однако не успех подойти к машине, с задней стороны машины, мне навстречу вышел человек в маске, одетый в коммуфлированную одежду, с автоматом в руках и произвел несколько выстрелов в мою сторону, отчего я получил ранения левой руки и упал на тротуарную часть, потеряв сознание. Когда я понимаю, это был второй стрелявший, так как первый, который целенаправленно производил выстрел в сторону столика, где мы сидели, стоял к другой стороне. Что происходило потом, я не помню. Через некоторое время я пришел в сознание, встал и направился к столику, где мы сидели вместе. Там я увидел лежащих на полу с многочисленными огнестрельными ранениями Астамура и Алхаса и девушку-официантку. Было много было. К этому времени стрелявшие лица уже стоялись, и выстрелов уже не было. Ясно, вместе с подошедшими на помощь ребятами стали поднимать Астамура и Алхаса, усаживать их в машину, чтобы доставить в больницу. Не могу сказать, были ли они живы или нет, после чего меня, Астамура и Алхаса, доставили в городскую больницу, где оказали помощь, а Алхас и Астамур скончались от полученных огнестрельных ранений. Кто и как оказал помощь пострадавшей девушке-официантке, я не помню. Также я не помню, кто доставил Шамбу Рустаму в больницу, так как он тоже получил ранение. Хочу добавить, что мною были замечены двое стрелявших, которые были вооружены автоматами, оба были одеты в камуфлированную одежду. На какой автомашине они подъехали, когда именно, я не видел. Так как не наблюдал за происходящим на улице, все произошло быстро и неожиданно. Стрелявшие лица вплотную приблизились к нам и обстреливали наш столик с близкого расстояния. Более подробно описать, либо назвать предметы стрелявших, я не могу, так как их не запомнил. Причины произошедшего мне неизвестны. О наличии конфликта у Астамура Шамба, Алиц Балкаса и Устама Шамба с кем-либо, мне неизвестно. Замечаний не поступило. Протокол прочел лично. Замечаний протокол нет. 25-й. листы дела сто семьдесят семь сто восемьдесят номер 25 сто семьдесят семь сто восемьдесят протокол заполнил допроса потерпевшего 12 марта 25 год следователь богателе помещение служитного кабинета допросил качестве дополнительный допрос ранее данные показания подтверждают полном объеме до 2 ноября 19 года после того как мне была оказана первая медицинская помощь сухумской городской клинической больницы я подкинул указанное медицинское учреждение далее направился по месту жительства где домашних условиях осуществил необходимое лечение на протяжении от пяти до шести дней выполнял инъекции внутривенно-внутромышечно какими именно препаратами не помню после того я ездил на перевязку улетит в гудолукскую центральную районную больницу весь указанный период лечения я провел домашних условий в город сухум на какие-либо процедуры я не ездил кроме того кого-либо из друзей и родственников купить не медицинские препараты для лечения я не просил все необходимые препараты для моего лечения покупали мои родители более добавить нечего замечаем заявление не поступило и последний подпевшим 21 дом если было 35 37 допрос производился сам болеварс михайловича 10 декабря двадцатого года в городе кудаута с 10 40 до 11 20 следовательно торопил по месту жительства потерпевшего шамбов допросил установил анкетные данные он 49 года рождения проживающий в городе будоруд абхазской сср и родился с высшим образованием пенсионер ранее не судим его личность установлен на основании паспорта анкетные права и обязанности и задачу заведомороженность предупрежден подростки проживает на уши указанному адресу мой младший сын астамур шамба официально не работал чем именно занимался я не знаю последнее время астамур последние дни жизни проживал в городе сухума однако где именно не могу сказать так как мне не было не знаю не знаю о роде его занятий мне ничего не известно мой сын очень близко дружил с авгасом а ведь по и они часто проводили время вместе каких-либо конфликтах моего сына с кем-либо мне ничего не известно мне об этом не рассказывал он был неконфликтным человеком причина смерти моего сына не понятно он скончался от в результате многочисленных экстренных ранений двасторонная для девятнадцатого года в городе сухума совместно со своим близким другом альсбор алхасом получил результате судьбы несколько со стороны нескольких лиц причина произошедшего мне не известно замечаний заявлений дополнительных нету прочел протокол слух от следователей замечания протокола не поступили чем соответственно есть подпись Продолжение следует... 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 Когда вы подошли, поздоровались, вы говорите с ребятами, которые сидели за столицами. Сколько человек сидело за столицами? Кому из них вы знали? Двоих их знал, третьего я не знал. А, трое? Трое знал, да. Можете называть всюду, кто и делится? Астамур, Шамба и Алхас Адизма. Третьего не знали. Они же пригласили вас за столик сесть или как происходило? Ну да, позвали, и ушел я. У вас были планы с кем-то встретиться в тот день? Нет, просто вышел. Скажите, пожалуйста, было ли многолюдно в этот день, и какая погода была? Хорошая погода была многолюдно. Вы сами доставлялись в больницу, вам оказывали какие-то помощи? Ну да. А можете рассказать всюду, что именно с вами случилось? Ну, не знаю, от хода до поля передела нам прикошитом, не как-то вы вытаскивали боль. Ну да. В какую часть стрелок попал? Ну вот сюда, между ребят. Спину, да? Ну да, просьбу. Вы какую границу оплатили за нас? Находились ли вы в стационаре? Не, сразу шум. В республиканской. В республиканской границе, да. Ну, как вы представились там у врача? Ну да. В отзыве там, кем наведан, наведан? Не помню. Называли какую-то, может быть, другую фамилию? Нет. После того, как вы вам оказали помощь, вы приехали в больницу? Второй городской приезжали, чтобы не надо составить здоровье? Я во второй был сначала, а потом мы уже потом приехали. То есть при вас они уже констатировались, да? Или они жили были? Ну, Алхаз был живой еще. Начали. Что вам известно, вот эту девушку вы знаете до этого? Нет. Когда вы узнали о том, что она скончалась? Ну, я не помню. Но спустя время у дома ушла в выходе. В результате полученных вам, вот, то, что кашетная пуля, какие-то претензии к происходящему кому-нибудь проявляли следователи? Нет. Каких претензий у вас нет? В состоянии здоровья, вот, как быстро поправились? Когда это произошло? Сразу. Мне вообще это не было. Я даже не почувствовал. Ну, одежда повредилась. Одежда повредилась. Одежда повредилась. В поле поле застряло, думал, камень не было. Вы кого-нибудь из стрелявших видели? Потому что вы на следствие давали более развернутые показания? Нет, на любом следствии. Я не знаю. Меня прозвал там парень, я говорю, а сюда поговори. А показания какие, а какие мог дать я не видел их? У вас запрашивали 15 июля 2020 года в обещании служебного кабинета генерального конкурса. Вы помните эти показания? Ну, сейчас это не помню, но в любом случае то, что было, то есть машину нападавших вы видели? Какого она цвета была? Ну, по-моему, нет. Хорошо, пока нет вопросов, но... А где вы находились в момент стрельбы? Какое расстояние вы приотолели от столика, где располагался шамба и алисбор? Какое расстояние вы приотолели в момент стрельбы? И вот когда услышали стрельбы? Ну, я обратно подбежал, когда стрельбы услышал, там поближе уже было. Кто вам оказывал помощь у вас врачей? Может быть? Я не знаю. Не издали их. А вы поясняли врачу, в связи с чем у вас такое повреждение? Да, я думаю, что там не надо было пояснения, можно обратиться, но я не пояснял. Скажите, пожалуйста, мы в ходе судебного заседания следовали документ при поступлении, которое оформлено там было указано имя Иванов Сергея Ивановича. Вам что-либо это именно говорит? Вы можете вспомнить? Нет. Вы понимаете, с чем появилось имя в журнале «Поступление»? Вот такое имя Иванов Сергея Иванович? Не, я не знаю. Я не могу сказать. Исключать ли вы тот факт, что, возможно, вы могли представиться таким именем или нет? Не могли представиться таким именем? Не могли. Вы можете сказать только о своем именем? Я вообще не говорил им. Я не знаю, я не помню, я уже там говорил, не говорил, но Сергея Иванова тоже не говорил. Скажите, Тенгисова Москановича, на тот момент, на момент совершения этого убийства у вас при себе какое-либо обестрельное было оружие? Нет. Нет? Не имели? Нет. Нет. Более вопросов нет, да? Один. Есть еще один. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Тенгисова Москановича, сколько протяженности трезу было вам, если можете вспомнить? Наверное, не знаю. Несколько секунд было или это? Ну, секунд. Спасибо. Вот когда вы стали возвращаться, вы видели какое-либо отъезжающее возможно транспортное средство на большую скорость? Да, много вопросов не было сейчас на большую скорость, но уезжал, но уже уезжали кто-то. Нет вопросов. Если нет вопросов, то мы заявляем, что радость права об оглашении и показания данной входит в правильное следствие, так как в свидетельстве присылается на забывчивость и есть противоречие на предоставленные вопросы, возможно, на оглашение и показания. Напомните, было ли это в событиях. Тонн номер 15. Звезды дела. В этой части вы видите следует отношения. Считаю обязательно. Я не вижу, что вы видите, что прям добавлю от этого судебы и свидетельства, как не возникает, что судебная коммерция, согласаясь на месте, определила заявленное податайство возобвинительного договора, и огласить показания свидетеля Ак-Арбат-Игиза Алмасхановича в беду забывчивости и противоречий, содержащийся в токе 15. В токе 15. В токе 59. В токе 62. Сейчас вам будут оглашены ваши показания, которые вы давали в ходе предварительного следствия. Если я что-то буду оглашать не так, можете остановить меня, либо в конце пояснить действие соответствия, либо противоречия. Вас допросили 15 июля 2020 года в 13 часов 30 минут до 14 часов 20 минут. Допрашивал вас следователя Критинья в помещении Генеральной прокуратуры. При этом были выяснены ваши анкетные данные, которые вы сейчас подтвердили в судебном заседании. Вам предупредили о том, что применяются технические средства при составлении протокола, это компьютер и принтер, и разъяснили вам процессуальные права и ответственность за дачу ложных показаний под роспись, которая здесь имеется, в дальнейшем я вам ее продемонстрировал. По существу уголовного дела могу показать следующее. 2 ноября 2019 года примерно в 14 часов, точное время не помню, я приехал на своей автомашине Тойота госномерные знаки Х110 Абхазского региона. Последняя буква Т. Крестонамо Сан-Ремо, расположенной в городе Сукум, по обресечению простых авиона и набережной Махаджиров. Припарковал свою автомашину напротив указанного ресторана. В указанный день я намеревался немного прогуляться по набережной Сухума, так как был солнечный, яркий, и на берегу было очень много народу. В тот день я был один, во что я дед и уже был не помню. Выдя из машины, я увидел сидящих за столиком на торговарной части указанного ресторана Шамба Астамура и Алиц Балхаса, чьи полные анкетные данные не помню. В компании еще двоих молодых людей, данных которых не знают. Увидев их, я подошел с ними поздороваться, спросил, как дела, и проговорив в не менее пяти минут на личные темы, отошел от последних и направился в сторону площади Сергея Богача. С последним у меня были хорошие дружеские отношения, обойти их я никак не мог. Отойдя примерно от 50 до 70 метров, точное расстояние не помню, я услышал серии очередей из автоматического оружия, а также пистолетную стрельбу, после чего побежал обратно в их сторону. К моменту, когда я побежал к месту, где сидели последние, я почувствовал сжение в спине справа под лопаточной областью, но этому не придал особого значения. Побежал к ресторану, я увидел белый автомобиль класса седан, марку, модель и номерной знак не помню, с затонированными стеклами по кругу, в которую на заднее пассажирское сиденье справа садился человек в черной одежде, в комуфлированной одежде. В черной маске, прошу прощения, да, извиняюсь, в черной маске в комуфлированной одежде. Последний почти сел на автомобиль, когда я его увидел, при этом сам автомобиль был направлен в лицо в сторону нацбанка Республики Абхазии. Были ли или нет еще нападавшие с оружием на Шамбо Астамура и Абхазии, я не знаю. Так как я подбежал поздно, машина нападавших уже уехала с места преступления. Возможно, они сидели внутри машины. Затем, осмотревшись вокруг, я увидел лежащих на земле девушку, еще живую, которую я лично отвез в городскую больницу города Сухум, а также Шамбо Астамура и Абхазии Балхазии, лежащих на земле. Последних отвезли также в городскую больницу города Сухум на автомобилях класса внедорожных, черного цвета, марку, модель и номер, не помню. После чего я сам направился в Республиканскую больницу, обратился за помощью в приемное отделение. В приемное отделение мне оказали экстренную медицинскую помощь и достал из моей спины сердечник от пули. Кто-то из медицинского персонала оказывал мне помощь, не помню. Кто оказывал? Растерявшись, я сообщил докторам ложные персональные данные и назвал себя по фамилии Иванов. Точно уже не помню. Эти данные, как я понял, были необходимы для записи в журнал доставленный. После оказанной мне помощи я ушел домой. Спустя некоторое время я услышал, что девушка, которая отвез в больницу, Доминика Акертава, которая также как и Шамбо Астамур и Абхазии Балхазии, скончались от полученных ранений. Что произошло с мужчинами, сидевшими за столом Шамбо и Абхазией Балхазии, Я не знаю. Было очень много крика в суеты и шуму. Мне более добавить нечего. И вы прочли данный протокол и учили свои подписи. в этой части вы не подтверждены вы меняли одного из нападавших вы человека видели который садился в машину белый седан вы сказали что когда вы подошли было трое человек здесь вы говорите что заставленном сидели четыре человека где из них здесь ваших оглашенных показаниях вы говорите про автоматическую стрельбу а также пистолетность на мой вопрос вы говорите что не не разобрались и на тот период когда вы давали показания это было спустя полгода после событий нас уже прошло три года силы но в основной части есть какие-то противоречия за исключением вашей фамилии что вы назвали иванов какие-то существенные противоречия есть из того что я огласил существенно очень хорошо есть вы можете сказать в какой автомашине висе или тот садился вот здесь ваших показаниях лица белая автомашина затонирована может быть и белую как я видел я сейчас уже не могу сказать вам можете сказать что это марк 2 затонированная белого цвета нет вообще марк 2 вообще не знаю что у меня нет вопросов скажите прокурор зачитал ваши показания которые выдавали в двадцатом году там вы следователи говорили что номерной знак на автомашине белого которые уезжали стрелки вы не помните вы не помните или вы не видели этих номеров как правило что мы видим а были ли они вообще скажите вот по поводу того телесного повреждения сбоку у вас было пулевое ранение субмедэкспертизу проходили вы осмотр субмедэксперта был нет но я думаю что нет вас не приглашали лично когда вы услышали выстрелы из ваших показаний вы побежали то место где с ребятами до этого там за несколько минут разговаривали вот вспомните пожалуйста когда вы пришли уже стрельба закончилась или вот пути вашего следования еще стрельба продолжалась закончилась по вашему мнению сколько вот это дорога что у вас занял а вот еще показаний следует чтобы она уже подошли к столику где там лежали расстрелянные люди вы почувствовали жжение в спине вот как вы думаете вот могли вы это получить непосредственно там находясь или все-таки вот когда вы уже пришли вас сюда рикошетом настили вот это тоже я не могу сказать куда более прилетело я не видел потому что она как-то сзади люди там или например пришла ну то что не проводилась там никаких в отношении вас исследований коня медицинских а вот по вашему мнению извлеченную из вашего дела осколок фуги или что это я не знаю это что было не знаю это деформирует она представляет могу сказать какой-то там уже не было порвано и порвано и там секселина я не знаю что это тут сюда будет вопрос то есть пожалуйста в виду причина вам администрального района вы себя потерпевшим не считаете и отказывались чтобы вас признать по типу данности тоже в виду нахождение близком росты вы сказали с одним из убитых а возможно вам что-нибудь известно о мотивах совершенного убийства или неизвестно существующим существовавшем споре между так называемых планами ворот и труда и не очень вообще не вопросов вам спасибо за вашу честь можете покинуть зал по истории болезни несет У нас ходатайство о дополнительном допросе свидетеля обвинения Алис Бадамеевичу Яковлевичу. Явка его обеспечена, ожидает коридор. Уважаемые, прежде чем заявленное ходатайство, получится разрешить не объявляйте перерыв на 65 минут. Продолжение следует... Уважаемый суд, в ходе первого допроса свидетеля в своих показаниях сообщил о том, что после непосредственно произошедших выстрелов он осуществлял переписку с целью установления владельца номера. И заявил о том, что данные, о которых могут подтвердить его слова, хранятся в углу телефона. В сегодняшнем процессе, в соответствии с уголовно-пакциональным кодексом, мы хотели бы допросить его и дать возможность ему представить свои письменные заметки для приобщения к материалам дела. Именно распечатки этих звонков, и чтобы он назвал, по воздействию он вспомнит свидетеля, с кем он связывался в МРЭО ГАИ, с той девочкой, о которой он говорил в ходе первичных показаний, с целью возможного вызова и допроса ее в цели подтверждения показаний, что он пробивал номера этой машины по базам МРЭО. Несколько вопросов буквально, мы хотели бы уточняющий ему задать. Я так поддерживаю, так не рада, что предусмотрено статью 279, в уголовном процессе, поэтому поддерживаю заявленное ходатайство. Я возражаю против его дополнительного допроса, по тем основаниям, что он был допрошен в ходе предварительного расследования. Здесь в судебном заседании был допрошен каких-либо просьб с его стороны о том, чтобы представить суду, имеющиеся у него какие-то доказательства, письменные, о которых говорит сейчас прокурор, он не высказывал. Поэтому я считаю, что эти показания спустя три года после происшедших событий дополнительные, они не могут носить какой-то объективный характер и быть доказательствами по данному делу. Поэтому я против. Я согласен со своим коллегой и считаю, что это не должно быть предварительное ходатайство. И на самом деле спустя три года, сейчас, тем более мы его здесь где-то опрашивали и оглашали за его показания, ни в ходе предварительного следствия ничего такого он не говорил. Но в ходе судебного заседания вы слышали, наверное, его показания, о которых он отвечал, что в телефоне имеется... Ввиду того, что они идут в противоречии с его ранними данными и показаниями в ходе предварительного расследования, мы также помним, что там говорилось, что он ничего такого не помнил, не видел, а вот это все было. Так что я считаю, что это так будет. Я хочу обратить внимание суда именно на тот факт, потому что сейчас о дополнительном допросе, то, что было сейчас заявлено, они хотят установить, как раз таки видел ли он на меня или нет. На предварительном следствии данный свидетель четко сказал, что он не видел номера и не обратил на это внимание. И при проверке, по-моему, показаний на месте он также говорит о том, что он номера не видел. Потом на судебном заседании совсем противоположное, в связи с чем, ваше честь, в предварительном следствии было время и возможность установить, на самом деле, видел он это или не видел. Вот почему такая необходимость сейчас появилась в суду, в защите непонятно. В связи с чем я хотел, я возражаю и вообще относиться к этим показаниям лидически. Согласно протоколу судебного заседания, который мы истребовали в Харкуде его допроса, ему задавался вопрос, на котором он ответил, что я готов прямо сейчас предоставить эти данные. Однако, я буду, из-за отсутствия технических средств у него, он не смог это сделать на суде внутрь себя. А потом смог. Как же качество для языка, но такая возможность, такая возможность была у предварительного следствия. Почему такая необходимость опять появилась в суде? Вот о чем речь. Кто нам мешал? Почему сам не предоставил? Через три года любое СМС, куда есть, делай. СМС и потом вся диной. Я говорю об этом. Я говорю об этом. Не знаю. Что? Да. Что? Что? Кто будет совместить? Кто будет совместить? Что? Что? Зайдете. Что? Да. Судебные коллеги, выслушав мнение участников процесса на заявленное ходатайство о дополнительном допросе свидетеля Адемии. Выслушав мнение участников процесса на заявленное ходатайство, судебная коллеги определила ходатайство удовлетворить и дополнительно допросить свидетеля Адемии в Домее. Ну а дальше суд даст оценку достоверности, относимости и документности тех показаний данных судебных заселянений. Уважаемые, поможем выносить свидетельство. Адемия Дюмберович, 20-го, 10-го, 89-го дружного. Ну так как у нас, ну, также судивший дело адвокат, ваши ангелы или данные имеются в материалах дела, но в то же время, когда именно озвучите слово, 610 дата вашего рождения, где вы родились, где вы проживаете, полный адрес. Родился в городе Сухом, проживаю также в городе Сухом, по улице Аяйра, дом 142, квартира 51. Год рождения 20-го, 10-го, 89-го года. С каким вы образованием? С высшим образованием. Работаете деятельностью? Да, работаю в МВД, в милиции. В качестве главов, как вы звали? Начальником ГРО, в звании по полголову. Вы знали ли с ним, вы начали? Так точно. Российской комбинации? Да, да. Ранее подвекались ли вы? Никак нет. На учете в Сухом, вы расстались со столицей, без способа производства, вы надеете свободно, вы передачами не нуждаетесь. Также вам разъяснялись ваши права в соответствии со статью 56-й уголовной профессиональной области необходимости объяснить повторно. Нет, нет необходимости. Нет необходимости. Уважаемый свидетель, в то же время было заявлено ходатайство по сомнению о дополнительном вашем допросе на сегодняшнем судебном заседании. Подойдите, пожалуйста, к помощнику судебного заседания и вы должны учинить соответствующую подпись подписки в качестве свидетеля. И суд вас предупреждает об уголовной адресности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Уважаемый свидетель, также вы должны принести присягу, которая лежит и озвучите на трибуне, озвучите на вслух, тоже найдет отражение. Я, Алис Владимирович Уберович, посягаю в добрых судебных правах и не только правах. Вопрос обвинения, вами мы заявлены в дополнительный допрос, в связи с чем ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, мы вас допрашивали здесь в судебном заседании, согласно протоколу, но один из моих вопросов в части того проверяли любые номера, которые вы увидели на автомашине. Вы заявили, что вы сделали телефонный запрос вашей коллеге, бывшей в РЭО, на тот период, где они работали. И она предоставила вам учетную карточку УКТТ, или как она называется, учетная карточка транспортного средства. Однако вот на тот период вы не смогли представить суду информацию о телефоне, сведения о этой сотруднице. Сотрудницы, готовы ли вы, можете сообщить суду, подробно ответить на вопрос, я задаю вопрос, можете ли вы суду ответить, с кем вы переписывались, посредством чего, и готовы ли вы предоставить подтверждение этой информации технически. Да, как ранее я говорил, в первых показаниях я в тот момент не вспомнил, потому что мне брат продиктовал номера по моей просьбе, чтобы он запомнил, когда машины начали выезжать, потому что я хотел запомнить лица. На тот момент не знал, что машина запомнирована, а другая распомнирована. После того, как машины проехали, брат продиктовал мне госзнак, где я у себя в смс-ках ввел этот номер и сделал скриншот. И уже после того, как мы уже в больницу попали, там по времени, наверное, минут 40-50 прошло, когда уже началось звонить сотруднице, и она мне скинула карточку учета. Помимо нее я раскидывал также другому сотруднику, который находился на Приморском посту, чтобы он данные номера проверил по проездам. И также у меня ответил, и эти скриншоты у меня есть, я в тот раз за слово предоставил, сейчас я их предоставил. Может, не в таком качестве, хорошо видно, но через телефон все видно. О каких людях идет речь? Вы назвали брат, вы назвали сотрудница и коллега. Да, брат это получается Алис Вашата Алексеевич, который на тот момент находился рядом со мной, сотрудница, которая и в данный момент работает в управлении КАИ в экзаменационном отделе, фамилия ее Анафричук Алиса Павловна, сотрудник, который на Приморске находился, фамилия его, покороченько, Дмитрий, отчество, не помню, Вячеславович, по-моему, облашевец. По средствам чего вы общались с лучшеклассными сотрудниками по WhatsApp, вы пользуетесь этим телефоном в настоящее время? Да, до сих пор. У вас охранились эти переписки? Да, так точно. Вы сделали технические копии, вы можете предоставить и сравнить оригиналы с... Да, конечно. Что значит технические копии? Ну, технические, имеется в виду, на самом телефоне, и он сделал копии, чтобы в суд сравнил достоверность этих сведений и даты, там указанные даты, в переписке наверняка с кем он общался в этот период, и вот этот текст, и он свеча готов и заходил. Сверху сожидки известны, в 200 сентября на статистику. Сверху сожидки известны, в 200 сентября. Сверху сожидки известны, в 200 сентября на статистику. Еще раз. Дайте вам раз. Да. В какой день, в какой час, что имело место, еще раз уточните. Да, вот здесь указано, там в телефоне, 2-го номера. Это ваш телефон. Мой телефон, да, время 14.41. Я, чтобы сохранить номер, я захожу к себе в смс, где переписки, вбиваю просто номер, чтобы его сохранить, и делаю скриншот просто. В дальнейшем потом мне присылает сотрудница. В дальнейшем это в тот же день. Время указано. Я отправлял 14.41, в 15.41 она мне присылает, вот номер машины, за кем она числится, на какой машине она вообще должна числится. Озвучите сами, что вы из них. Карточка учета, гос номер А122РН, владелец Аршба Беслан Дмитриевич, по факту они должны были стоять на БМВ 525. Как ранее потом, я не знаю, что все дела, это работает. Она сотрудница, работает в каком отделе, это она Фрейчук, вы сказали? Да. Где она работает, в качестве кого? В качестве оператора, в экзаменационном отделе. С того периода, по сей день? Она это всплывала. Да. Да, и следующее, другое, зачем? То же самое, потому что время, другое уже. В 15.20. Да. И также вот в 16.06, как я скидываю, здесь вот им его чуть-чуть рассматривается, в телефоне он просто лучше видно. Я его скидываю и этот же номер, чтобы он проверил, есть по проезду, где его? А вы кому? Дима Бокорученко, который на Приморском посту работал. У него была выложность проверить. А что вы должны были уточнить, у него она что? Ну вот эти номера вообще числятся, и ты проезжала машина или нет. И вот здесь номер указан, и он пишет пусто, проездок с этими номерами не было работать за течение года. Уважаемая защита, я могу представить. Я просто готов с учеником? Да, да, я могу представить при общении письменных документов. Ознакомьтесь. Да, ознакомьтесь. Да, а потом уже выросли свое опрошение и ваши замечания. Просто 14.43 убийства было, 14.41. Все там. Правильно. Все там. Правильно. Так. Все там. Какого? Чем? Чем? Какого? Какого? А телефон с вами? Да. Можно так же? Да. Сейчас они расскажут, да. Своим. Вы передайте так же и подсудимым. Я не так же. Я не так же. Прекрасно. 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 Можно еще добавить просто свои слова? Да. На тот момент, когда я это делал скрешок и записывал, мы не могли знать, я еще не мог знать, что там происходит, что за преступление, кто может быть приедем в камне. То, что я видел, то и сделал. Ну и вроде придумывать в телефоне. Я не такой хатик, чтобы тот альбом, который у меня есть, здесь очень фотография. Он по времени, по порядку идет. Если чили имена не говорятся, говорится факт, что было. Все придумал, опять не собирались здесь. И не сказать уже не надо. Это вот он сам. Да, сейчас вот найду я, где это время туда было. Да, да. Вот, да. Вот, да. То есть если выше поднять, там будет 21-20. Понятно, да. У всех телефонов, да. То есть а вот я скажу, что сделаю, спечатаю. Да. Ну вот здесь я вбил номер. Делаю скрешок. Она как фотография сохраняется. Потом мне скидывает. Вот 15-28. Это фотография, которая. 15-28 посторонная. Потом следующая. Я когда говорю, какая марка на меня обводит и пишет, что BMW. Это время 15-41. И потом следующая. Если вот так я сделал, пробиваю именно фамилию, что он пишет, что ничего нету по данной машине. Какое время? 16-06. А телефон фирмы? Айфон 10. Да. У тебя участники процесса выразили свое отношение какого-то до представленного документа в связи с документами? Мы не заключили документы. В этом случае не сделаешь, то что ты говоришь, можно сделать именно так и сделаешь. Прошу. Прошу. Вопросы есть в свидетелях? У меня тоже будет один вопрос. У меня будет по Приморскому. Вы сказали, что спустя час поступила информация, что чистой этой машины нет. Это именно по Приморскому посту? Или в целом нет сведений о том, что она проезжала машиной? Только по Приморскому посту. Есть пересечения этой машины, там или нет. А, все. И брал вариант за год. Я его процент за год проверил. Обычно так и делал. Делать тогда там работу. Поэтому и делал. Пока свидетели. Вопросы, пожалуйста. Вы сколько раз были допрошены в рамках данного уголовного дела? Судья один раз. При расследовании данного уголовного дела? Первый раз расследовали в прокуратуре, когда прошли? Да. Если не ошибаюсь, после этого происшествия помни совсем хорошо. Допросили? Да. Затем? Потом здесь в суде в страну помощь не сколько пошло. Подключили. Больше предварительным следствием вас не допрашивают. Но вы там четко говорите, что вы номера не видите. Почему? Это вы скрыли или жили? Нет, в смысле слова. Я сам номера не видел. Я как ранее говорил, когда мы между машинами сидели, я брату сказал, что когда решили, будут приезжать, попробуй запомнить номера. Он где-то номера продиктовал, я заскринил. Просто в первый раз когда это рашинг, я это не вспомнил. Понятно. Вы заскринили, вы сделали проверки. Обзвонили. Обзвонили. Обзвонили все и при этом вы об этом умышленно скрилили. Нет, конечно не. А как сказали, расценивали данный факт. Вы видите, машина выезжает. Вся Абхазия сбила. Вальп-2. И вы об этом не говорите. Я не спрашиваю, что вам нужно вспомнить в ходе следствия. То есть вы забыли об этом факте? Да, забыл. А кто вам напомнил потом? Когда здесь я первый раз давал показания, мы с братом тоже сидели, неоднократно разговаривали. И какие-то моменты с цепочками начали вспоминать. И потом я телефон взял, начал смотреть. И там вспомнил, что есть переписка, есть поспечатка. Просто удивительно. Жизнь очень удивительна, если честно. Не только это. Нет, получается, вы... Получается, я говорю, как есть. Я в смысл придумываю телефон. Одиннадцать тысяч фотографий. То есть по порядку, да, может, по времени, по секунду. Нет, вообще, ну, говори, подчеркиваю. Я же не вспомнил, на тот момент сказал. Я же все думал, вспомнил. Семь месяцев пошло, как-нибудь раз по-другому. Что есть удивительно, я не знаю. А потом, помимо этого, номера на ней на видео есть. Видно, как эта машина выезжает. Давай должны об этом. Ваши вопросы следующие. Так, значит, вы не вспомнили, что вы проделали такую работу. Да. Не вспомнили. И на суде что вас напомнило? Что суда, когда разговаривали с сотрудниками, вспомнили, потому что такой момент был. И сказал, когда вспомнил. Еще что-нибудь было? Есть еще вопрос? Можно? Да. Есть у вас, да? Да, дедушка. Скажите, пожалуйста, вы знаете, какие показания в ходе расследования по делу давал ваш брат Шутер? Нет. Касательно номеров? Нет. Я не могу. Я не читал их показания. И не знаете, да? О том, что он дал аналогичные вашим показаниям, что он не видел номеров. Не знаете? Я не знаю. Не знаю. Скажите. Скажите, вот эту информацию, которую вы сейчас решили стыду рассказать спустя 3 года, вы куда-либо направляли? Нет. Нет. Потому что та информация, которую я сейчас владею после убийства, когда я начал звонить сотруднице, и она мне тоже подтвердила, что данные номера уже пробивали. То есть меня уже просили и проверили дирогномер. Потом уже от сотрудника тоже слышал, что мне ищут какую-то машину. Я в бронтале не стал куда-то сообщать, потому что не помолчать была. Вы сказали сегодня о суде о том, что сотрудница Алиса, не помню фамилия, из экзаменационной комиссии проверяла эти номера. А она какое отношение имеет вообще к регистрации машин? Базу данных доступ имеет, не оденчивая. И она тоже имеет? Да, она тоже имеет. Имеет такие полномочия, повторяя эти базы. Ясно. Вы не сочли нужным эту информацию направить в правоохранительное направление? Потому что я уже знал, что эта информация у них есть. От кого уже? Ну, в город Сатурниках еще раз занимались в городе, разговаривались, сами говорили. И такая периодимная работа, когда мы так звоним, нас сотрудники просят. И очень часто помогает распитой в ходе преступления, когда пока запрос, и пока официально ответить, бывает, но часто информацию скидывает. И положительную сторону часто помогает. А вы на то время кем работали? На то время кем не работали. Не работали? В ГАИ не работали? Не работали. Но до этого работали. До этого работали. Ну, вы-то все знаете, я понимаю, да? Ну, не у вас спрашивают именно. Николай, просто. Николай, просто. Ну, можно вообще есть вопросы? Получается, если вы в тот момент не работали, ну, не были сотрудниками, и захотели получить какую-то... Как я понимаю, эта информация была закрыта. Эта информация была закрыта. Меня было открыто. Потому что я работал там, имел доверие, и мне как подружески поделились. Ну, понятно. За это я отвечу, если куда-то будет. Все, подружески. Понятно. Ну, здесь сидящие все, как же мои, однократно обращались к сотрудникам. Там, перекрыли, вообще, дорогу или машину звонят, просят узнать по батю. И номер телефона, чтобы это зависит от человека. Я не думаю, что такое, не законная информация. Может, какое-то нарушение? Нет. Согласен. То есть, машины, получается, мимо вас быстро проехали? Это вас возбудили на то, чтобы узнать, получить информацию, там, что за машины, про чем люди едут? Вы всегда так делаете или конкретно в этом случае? Нет, не всегда. В первый раз. Я видел ее семьи, это первый раз. Это вытрахано, нет. Все, вообще. По поводу поста Приморская, там установлена видеофотофиксация, да? Или какая база там у сотрудников ТАИ? Да, стоит камера, которая фиксирует движение на транспорте. То есть, можно и в машине, и он показывает, есть ли был там проезд или нет, когда-либо вообще. Можете еще пояснить? Сейчас мы уже представили бумажный формат из скрины. Каким способом вы изготовили, чтобы нам его представили? Манипуляции какие вы сделали? Я на работе с скороспечением. То есть, делали из скрины? Телефон какой-то обратно включили к компьютеру? Да. И на обычном ДТР-разпечении? Да. Подтверждение того, что никакие манипуляции не проводили с изменением даты и времени. Это технические невозможности. То есть, вы нам представили... Это шестой вопрос, вы скажете. И убеждаете нас в том, что это все подлинные даты и время и число. Технически нести изменения в этих файлах, которые в цифровой вашем телефоне... Ну, невозможно, по крайней мере, вы не умеете это делать, так сказать. Или это невозможно? Я даже спрашивал. Это невозможно сделать. То есть, там фотографии, есть тысяч фотографий. Идет по порядку. Год, время... Ну, да. Ну, секунд, простите. Секунды лета и время идет по порядку. Там не только... Там еще есть видео, где все скидывали, как стрельба идет, как там что-то, кричи идет. По порядку все есть. Как скидывали мой телефон, как оно сохранялось. То есть, там, ты думаешь, смысл не думать о тот момент? Нет. Я не знаю. У меня пару вопросов. Уважаемый свидетель, вы, ну, за помощью, так если назвать, обратились на пост ГАИ Приморской, правильно? А почему вы, допустим, не обратились на ближайший пост, более ближайший к сухому пост ГАИ? Потому что за том посту стоит такая камера. Как? Только на том посту стоит камера, которая фиксирует. А какой информации не могли предоставить на пост ГАИ ШАИ? И шире нету такого. Сейчас может есть, но на то проверки не было. Понятно. Телефон, который вы демонстрируете сегодня, вы пользуетесь не менее трех лет. Да. Телефон у вас нет. Какой он? Назовите. Айфон 50. Он здесь. В восточной части Евгхазии есть национальный раз? И с каким же оборотом? Сейчас есть. На тот момент. На тот момент. На тот момент. По-моему, я сам. Да. А. 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 когда для себя возможно приобщение к вопросам необходимости, вы готовы представить свой телефон какому-либо специалисту для обеспечения что-то там есть в момент. Так? Тогда не зависит. Будет отдельное детективное наследование проводить. Я подальше отойду, чтобы не слышать можно? Спасибо. 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 Вопросы подлинности представленных в документах судебное правительство о приобщении письменных документов будет предварить, приобщить к материалам дела, представленные свидетелем Айвис Бадани, фотокопии, распечатанные с телефона айфон, принадлежащие ему на четырех листах, как относящиеся к его показаниям, ну и в соответствии со статьей 279 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия. Вопросы подлинности представленных документов и файлов, сохраненных на телефоне подлежит последующей проверке. Представьте, пожалуйста, документы со спечатанными. Они приобщаются на просмотр судебного свидетеля. Постарайтесь сохранить свой телефон до соответствующего распространения. Прибодайте сохранить свой телефон. Есть более вопросы к данному свидетелю. Вам спасибо за вашу помощь. Если можно, чтобы вам опасно, на данном свидетеле. Вы можете оставаться в зале или оставиться в зале. Ну, у него спроси. Просто он со слов своего брата знает. Он сам лично любит его. Он говорит, я со слов брата. А брат здесь, кстати, давал показания. В ходе данного допроса следителя Абхазба назвал двух свидетелей, которые могут подтвердить либо опровергнуть его показания. И когда доставить этот судом, то в вызове этих лиц, возможно, в их технических средствах сохранятся эти переписки, чтобы дополнительно подтвердить либо опровергнуть показания свидетеля, либо они вспомнят о событиях и докрутить следующие показания. Это свидетели Анафриичук, Алиса Павловна, Бокорученко, Дмитрий Владимирович, Бокорученко. Ну, наверное, так как они являются… Анил является сотрудниками, да, Министерственный тренер дел, поэтому через, наверное, кадры… А, Бокорученко не работает уже? я сейчас работает в рэву это вот наверно алина министра запрос пила по короче это у нас можете поставить телефоны и набираете мы хотели бы чтобы суд обеспечен явку свидетелей дополнительно известен свидетелей возможно они уже вернулись в абхазию цель установления местонахождение просим вновь связаться к следующему процессу джумиаде валентина алексеевна узумья был и дианы дмитриевна осинская ирена юрьевна и чана астамором рэмзи к чан к следующему процессу возможно они уже вернулись в абхазию и находятся здесь для того чтобы решить свидетели обвинения которые входят в список обвинительного заключения да я поддерживаю не возражает в суде в месте определила заявлены податай ствол добредворить пригласить на следующее судебное заседание выше озвученных свидетелей свидетелей обвинения джумиаде чанглы узумья кубуклы и осинская следующее ходатайство мы хотели бы повторить принудительный привод свидетелей армиста кристины и дюхо асса владимировича на следующем оптименте с нами также поручить принудительного привода службы государственного дюхо асса владимировича и кристины в этой части участники процесса нет ли яйца или возражения нет дюхо асса владимировича и Уважаемая защита, когда открывалось судебное заседание, у меня были зачитаны большие заявления, заявления от всему председателю эскадр, в котором делалась отметка, давайте вернемся к тем, чтобы не было тавтологии по поводу принудительного привода в отношении свидетеля Агусского Кристина Родиона. Она ссылается на болезнь с ребенком, надеюсь, в следующем заседании, в состоянии его здоровья будет лучше, но что касается ее договорной яхты, я считаю, что путь как бы сопроводить ее СДП, потому что мы уже на протяжении года не можем ее обновить здесь. я готов передать. Я готов передать. и следующее, именно фамилия, я не знаю, не знаю, а не как бы сейчас, и не знаю, а ему как гостопроизм. Спасибо. 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 Дело слушанием откладывается на 6 декабря 2022 года в один час.